Эту статью в виде документа мне переслал хороший человек. Откуда это взято я не знаю, поэтому читаю как есть. Зачем человеку несчастье? В больших городах, а особенно в столицах, достопримечательностей пруд пруди. Творения человеческого гения толкаются локтями, переливаются сиянием и затмевают друг друга. Провинциальным городкам и деревням обычно приходится довольствоваться красотами природы и свежестью воздуха. Но зато, если уж по воле случая в каком-нибудь глухом углу создано, да еще и сохранилось нечто прекрасное, оно пребывает в царственном одиночестве, как и надлежит чуду. Классический пример покрова на Нерли – маленький шедевр архитектуры посреди пустого поля. Ну, для того, чтобы передать красоту, нужно еще и правильно сфотографировать. От этого тоже много зависит. Или гора Святого Михаила, возвышающаяся над плоским нормандским берегом. Я хочу показать вам чудо, находящееся всего в получасе езды от Монт Сент-Мишеля, однако почти неизвестное за пределами округи. Это произведение искусства не обладает такой уж художественной ценностью и не освещено древностью. Толпы туристов сюда не наведываются. Всякий раз, когда я там бываю, скучающий кассир радуется, что кто-то пришел и охотно рассказывает мне историю, которую я неоднократно слышал. Я бываю, а бываю я там довольно часто. Это поразительное место. Находится оно в бывшей рыбацкой деревне Рутенев, которая сейчас стала частью города Сан-Мало, тоже не бог весть какого мегаполиса. Музей под открытым небом называется «Скальные скульптуры Аббата Фуре». В XIX веке жил себе в бретонской глуши сельский кюре Адольф и Жульен Фуре, годы жизни 1839-1910. Служил в церкви, крестил, венчал, отпевал, слыл красноречивым проповедником. Так он дожил до 54 лет, то есть до того возраста, в котором всякому-то человеку, по себе знаю, ужасно нравится проповедовать. А уж если профессия обязывает и благодарная аудитория в лице паства имеется, то это просто счастье. И вдруг с Аббатом случилась страшная беда. Он сначала оглох, а затем лишился речи. Нести Слово Божье он больше не мог, и жизнь утратила всякий смысл. Глухонемой проповедник Уехав из родных мест, бедняга поселился в деревне Ратенев, расположенной в суровом краю, на семи ветрах, над высоким и скалистым берегом. Там без языки старик изо дня в день ковылял между тесов, чем-то громыхал, пропадал целыми днями. Оказалось, что он вырезает на каменном склоне изваяния. Никто Аббата не учил этому искусству, он как-то приноровился сам. Долгое время странное причудо инвалида ни у кого не вызывало интереса. А когда 13 лет спустя Фуре перестал стучать резцом, потому что совсем состарился и одрехлел, оказалось, что он создал настоящее чудо. На крутом, почти отвесном утесе высечено более 300 скульптур. Они занимают 500 квадратных метров. Представьте, с одной стороны, вечно сердитые волны и неутихающий ветер, распластывающий по земле грубые кустарники. С другой – обрыв. Во время прилива вода поднимается выше, чем на 10 метров. Крутой скос берега покрыт бугристым каменным панцирем, на первый взгляд похожим на застывшую лаву. Начнешь приглядываться, а это никакие не бугры, то неожиданно проступит чье-то лицо, то видишь притаившегося, не очень страшного, змея, то какого-то безмятежного мертвеца. Из брошюрки можно узнать, что аббат изобразил историю хищного семейства разбойников и контрабандистов, когда-то живших на этом берегу. Но это фольклорная информация, ничего не прибавляющая к ощущениям. А они сильные. Это очень одинокое, пустынное место. Представляешь проповедника, у которого шестикрылый Серафим вырвал его грешный язык, однако взамен не вставил в разверстые уста жало мудрой змеи, а оставил безгласным. Но проповеднику есть что сказать людям, и он говорит, 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 при этом каждому свое. Например, мне он объяснил, что не следует бояться несчастья, потому что всякая беда, которая может с тобой произойти, станет благом, если только не впадать в отчаяние и не предаваться жалости к себе. Если тебе нужно сделать что-то важное, сделаешь. Если тебе есть что сказать, скажешь. Еще красноречивее и долговечнее, чем словами. Вероятно, если вы заедете в Ротенев, Аббат прочтет вам проповедь о чем-то другом, важном персонально для вас. Зачем человеку несчастье?